Военно-морской флот России в скором времени ждет серьезное пополнение судна, которое будет решать самые тяжелые задачи в арктических морях. Сегодня со стапелей в Петербурге сошел новейший ледокол Илья Муромец. И его возможности не ограничиваются только проводом сквозь льды других кораблей. С этого ракурса ледоколы впрямь выглядят как былинный герой. Мощный корпус, богатырские очертания. Корабелы уверяют, судно уникальное. Ничего подобного в России не строили уже лет 40. Этот корабль построен по самым современным военным технологиям. Всего рассказать мы не можем, но тут цифровая техника на нем воплощена в полном объеме. Из не атомных ледоколов равных ему нет. Илья Муромец построен для обеспечения деятельности арктической группировки Северного флота. И этот богатырь способен на многое. В военном флоте называть транспортные суда кораблями, мягко говоря, не принято. Но Илья Муромец, наверное, все-таки исключение. Ведь он не только способен проводить во льдах толщиной до одного метра любые плавучие средства, но еще и доставлять на полярные острова боевые подразделения до 50 человек. А еще перевозить грузы, тушить пожары, собирать разливы нефти и принимать на борт вертолеты. Внешний Муромец почти не отличается от гражданских судов ледового класса. Вот только дальность у военного ледокола рекордная. 9 тысяч морских миль. То есть маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока через ледовитый океан он преодолеет без захода в порт. Лед он не просто колет, а рубит своими винтами. Они установлены так, что могут вращаться вокруг оси на 360 градусов. С их помощью судно может поворачиваться в любую сторону, двигаться назад, боком и даже вращаться на месте. И двигатели эти полностью российского производства. Принципиально новый движительный комплекс, который позволяет этому кораблю маневрировать на небольших акваториях, несмотря на то, что он предназначен и для больших дальних проводок кораблей. На борту нового ледокола разместятся мощный подъемный кран, два катера и боны для сбора нефтеразливов. При этом везти и обслуживать все это хозяйство будет экипаж всего из 32 человек. Для них оборудуют просторные каюты. Илья Муромец еще будет оснащаться аппаратурой и механизмами. Состав флота его передадут в конце 2017 года. Но уже сегодня, будто бы глубоко вздохнув, он сделал свой первый шаг в море. Ледокол Илья Муромец объявляется... Свое имя, новый ледокол, унаследовал у Ильи Муромца 1965 года выпуска. Тот спущен на воду был тоже на Адмиралтейских верфях и 30 лет служил на Тихоокеанском флоте. Сегодняшнее событие, как заявляют судостроители, дает старт целой серии ледоколов такого класса. Так что освободившиеся стапеля пустовать будут недолго. Дмитрий Витов, Владимир Смирнов, Виктор Аверин и Ксения Угарова. Первый канал. Санкт-Петербург.